Все равно я отсюда тебя заберу, по дворец, где играю в цели. Барт из Донецка Юрий Шевцов не имеет музыкального образования. Учился на песнях Высоцкого. Когда ему было 14, мама купила первую гитару. Мелодики учился у Александра Розенбаума. И все-таки Барт-самоучка Юрий Шевцов стал настоящим музыкальным явлением. Сегодня уже его песни вдохновляют поклонников. Шевцов выступает в Крыму и в России. Его хит «Пылевые цветы» написан еще в 1998 году. Папа принес монитофон, бобинные еще были монитофоны. И первая такая бобина была с песнями Высоцкого. Я сразу, вот пацан, 13 лет мне было, я влюбился. На сцене он сдерживает голос гримерки, дает волю легким и голосовым связкам, чтобы передать мощный лавинный темперамент любимого поэта. Я бодрствую, но вещи сон не снится. Пилю ли пью, надеюсь, что усну, не привыкать глотать мне горькую слюну. Организации, инстанции и лица мне объявили явную войну. За то, что я нарушил тишину, за то, что я хриплю на всю страну, чтобы доказать, я в колесе не спится. В программе маршрута также военно-патриотические произведения. Песни про ночных ведьм Людмилы Комаровой вызывают слезы. Она тоже певец-самоучка. В Анапе руководит детским клубом «Дорога добра». Людмила побывала в Волгограде, в городе, где Высоцкий дал один из своих нелегальных тайных концертов. А в интернете Высоцкий до сих пор стоит под пометкой «Запрещенная музыка СССР». В Волгограде была, но я была в другом месте, на братских могилах, именно где родина-мать наша, в этом потрясающем монументе, где просто дыхание останавливается, когда мы видим, сколько людей погибло, ради того, чтобы сегодня мы с вами могли спокойно жить. А вот и организаторы маршрута. Галина Межерова из детско-юношеского объединения «Путь к успеху» работает по принципу «Все включено». Пишет лирику, иллюстрирует собственные книги, изучает историю казачества. ТОС микрорайона Южной в Анапе часто устраивает подобные акции и мероприятия. Поэтесса посвятила Высоцкому стихи. Она и родилась с ним в один день, 25 января. «Жил бы Высоцкий, в воле Афганистана, кричала бы нас так много лет, нести народокрест и быть открытой раной, способной после смерти лишь поэт». Надежда Струнка в отдельном представлении не нуждается, ее называют народной анапской певицей. Участник крупнейшего музыкального форума «Москва-Окопыльная» пела на главных площадях столицы России. «Сегодня очень волновалась, потому что впервые пела его песню. Это очень интересно. Так случилось, мужчины ушли». Гражданская лирика Высоцкого нашла отклик в душе каждого. Зрители воспоминали кинофильмы, спектакли, радиопостановки, в которых принимал участие Владимир Семенович. Это Пугачев, «Короткие встречи», «Гамлет», «Вишневый сад». Место встречи изменить нельзя. Алиса в стране чудес. Ну вот, допустим, в «Стрепухе» он играл комбайнера, в вертикали геодезиста или геолога, как правильно сказать. Он военные роли играл в военных фильмах. Такие люди, как Высоцкий, это наше все. Следующая остановка на Пизе на маршруте Донецк-Анапа – сам Донецк, куда анапские барды и поэты собираются в ближайшее время. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.